И сейчас, друзья, мы продолжаем конференцию со следующим спикером, который тоже оказывается у меня в студии. И рад его уже буду лично поприветствовать. Василий Ченщевой, город Барнаул, коммерческий директор Алтасип, эксперт по автоматизации бизнеса и бизнес-процессов. Мастер-класс «Как начать продавать онлайн?» Это вопрос у многих возникает, потому что бизнес был оффлайн, а сейчас его нужно максимально перевести в онлайн. Думаю, нам в этом поможет Василий. Добрый день. Добрый день, Александр. Как настроение? Хорошее. Есть ощущение, что сейчас все, буквально все хотят в онлайн. Даже кто не понимает, что это такое, хотели бы попасть. С чего начать? Вот первый. Такой лайфхак первый. Поставить цель. Чего вы хотите получить от онлайна? В первую очередь, самое главное. Это первое. Все, замечательно. Тогда я не буду больше отвлекать для того, чтобы получить уже полезную информацию всем нашим участникам. Итак, мастер-класс «Как начать продавать онлайн?» Прошу Василию. Всем еще раз, здравствуйте. Собственно, о чем я хотел с вами сегодня поговорить вообще. То есть, первое – это что такое лендинг, почему именно про него мы будем сегодня больше всего времени говорить. Второе – это хотел бы дать вам план работы над лендингом, то есть типовой план, по которому работаем мы самостоятельно над своими лендингами. И план, по которому вы можете работать самостоятельно, не привлекая других сотрудников, а просто, ну то есть, если у вас бюджет небольшой, скажем так. И немножечко поговорить о том, как можно будет создать небольшой интернет-магазин при помощи конструктора сайта в Битрикс24. Ну, естественно, что и лендинг мы тоже будем создавать на конструкторе Битрикс24, потому что мы работаем именно с этой платформой и больше всего про нее знаем. Итак, начнем. То есть, что такое вообще лендинг и почему мы будем сегодня говорить именно о нем? Ну, во-первых, если посмотреть в Гугле или там в Яндексе, одно из определений, которое звучит, которое можно там найти, это лендинг. Это одна страница, которая призывает пользователя что-либо сделать, там купить билет, например, на конференцию, там оставить свой адрес, подписаться на рассылку, запросить смету или там скачать презентацию просто за какие-то контактные данные или еще что-то. То есть, основное отличие лендинга от сайта – это то, что лендинг предназначен для одной какой-то конкретной цели. То есть, если, например, на сайте у вас есть одна страница, на которой вы можете в начале страницы рассказывать о том, какая вы крутая компания, в середине страницы рассказывать о том, насколько крутая у вас одна услуга и просить, чтобы вам позвонили по этой услуге, а в конце страницы рассказывать, какая у вас крутая другая услуга и тоже просить позвонить по ней, то с лендингом это не работает. Лендинг – это обычно страница, которая посвящена какой-то одной конкретной услуге или одному какому-то конкретному действию. Собственно, это как бы основное отличие лендинга и почему мы сегодня будем говорить про него. То есть, сперва мне бы хотелось немножечко с вами, друзья, поговорить на тему того, что какие важны, на ваш взгляд, характеристики или требования к лендингу могут быть с функциональной точки зрения, с маркетинговой, еще с какой-то. То есть, какие вообще вы знаете, какие используете, какие хотите узнать. Напишите в чат, пожалуйста, какие. Какие-нибудь. Я почитаю здесь, посижу чуть-чуть. Бусыгин Вячеслав говорит, выгода клиента. Гость говорит, продвижение. Здесь не совсем понял, продвижение – это имеется в виду готовность лендинга к продвижению или продвижение самого лендинга. То есть, вот этот момент. Краткие лозунги, цепляющие фразы, призыв к действию, простота. Продающий лендинг. Лендинг, лаконичность. Лендинг должен вызывать доверие. Понятно, быть понятно, что предлагается. Леонид говорит, продаж, наверное, должен иметь в виду, что он должен повышать продажи. Александр говорит, конверсия, скидки акций, порядок действий для заказа, продающий должен быть. Должен быть конкретный информативный оффер. Да, друзья, вы совершенно правы. Здесь основные характеристики вы перечислили. Единственный момент, который я бы хотел еще заострить внимание – лендинг должен уметь создаваться быстро. То есть, основная причина, по которой лендинги получили такое широкое распространение – это из-за того, что на текущем уровне развития технологий создание лендинга при определенной подготовке, первоначально, конечно же, оно занимает порядка, ну, может быть, 30-40 минут. И то это, наверное, даже много будет. Всю основную работу занимает обычно подготовка текстов для лендингов, возможно, подготовка каких-то фотографий или хотя бы, ну, то есть, просто вообще подготовка к тому, как этот лендинг создать. А само программирование, настройка лендинга при помощи конструктора, они уже не занимают столько много времени. То есть, и я на следующем слайде выделил те характеристики, которые мне, которые наиболее важны с моей точки зрения. Это скорость создания. Лендинг должен создаваться максимально быстро. Для чего? Для того, чтобы при помощи лендингов компания могла быстро протестировать какое-то новое направление, какую-то акцию. Лендинг должен быть продающим, как вы замечательно все это заметили. Многие писали, что должна быть лидогенерация, должен быть простой механизм продаж и прочие моменты. Все верно. Лендинг должен передавать данные клиентов любым удобным способом. И главное, это должно быть быстро и в единую систему. Желательно, конечно, все это в CRM. И немаловажный момент. Создание одного лендинга не должно занимать у вас много денег или времени, или ресурсов, которые вы будете тратить на что-то другое. То есть это на текущий момент, на мой взгляд, наиболее важные характеристики, про которые я хотел бы поговорить. И здесь, собственно, про них немножечко рассказать дальше. Следующий момент, который я хотел рассказать, это план по созданию лендинга как такового. То есть первоначально здесь определены 7 пунктов, которые идут. На некоторые пункты у меня есть слайды, на некоторые пункты слайда, соответственно, нет. Я их просто проговорю сейчас. То есть первый пункт всегда, любая разработка, любое действие, которое совершается в бизнесе, компанией, оно должно начинаться с того, что вы ставите цель, которая должна быть достигнута при создании этого лендинга. Цели могут быть разные. Но поставим банальные цели, например, как получить контактную информацию клиентов, продать сразу с тем, чтобы деньги приходили на расчетный счет и прочие такие моменты. Это явно понятно, видно. Другой момент, что цель создания лендинга может быть своевременное информирование об акции какой-то. То есть не обязательно продажа, а просто информирование об акции. Возможно, какой-то момент в плане того, что компания хочет протестировать новое направление бизнеса. Соответственно, создается новый лендинг и на этом лендинге тестируется. Потом другое направление – продажа какого-то конкретного товара, вообще прямо единичного товара или там единичной группы товаров может быть. Под нее делается лендинг с ссылками. Ну, то есть опять же рекламируется посадочная страница, с которой переходят пользователи с рекламы и дальше переходят с лендинга, и переходят, например, на ваш сайт, интернет-магазин, там делают заказы. То есть такое тоже возможно делать и это делать лучше, потому что лендинг, он сосредоточен на одном действии, и это его основной плюс. Второй этап, который нужно сделать, это определить целевую аудиторию данного конкретного лендинга. Поясню, что я сейчас имею в виду. Если ваша компания, ну, возьмем, например, обучающий центр, да, то есть ваша компания занимается тем, что она преподает какие-нибудь курсы, ну, я не знаю, например, каллиграфии. И, соответственно, для данных курсов каллиграфия, ну, то есть для данных курсов целевая аудитория может быть разная. Это могут быть, ну, во-первых, люди, которые плохо пишут и хотят изменить это. Ну, например, те же самые врачи, да, говорят, они очень плохо пишут, и все это, в принципе, подтверждают. Программисты тоже очень плохо пишут. И другая аудитория, которой тоже это интересно, это мамы с детьми, которые хотят, чтобы их дети научились красиво писать. И на ранних этапах жизни ребенка каллиграфия, она позволяет развить разум и ум ребенка, и это, собственно, как бы в хороший такой момент идет. Следующее. Если вы сделаете лендинг, который будет одинаковый для людей-программистов и для мам с детьми, то, соответственно, ни одна из целевых аудиторий, на которые рассчитан лендинг, она не будет удовлетворена этим лендингом. И, скорее всего, не поймет, что вы хотите им предлагать. Или это будет лендинг, который будет просто какие-то средние параметры, скажем так, конверсии, которые могут вас не удовлетворить. Хотя, на самом деле, если бы вы разбили один лендинг, ну, сделали не один лендинг, а два, каждый под конкретную целевую аудиторию, то перевели свои важные для данной конкретной целевой аудитории пункты, ну, то есть, скажем так, не пункты, а проблемы этой аудитории, результаты, которые она может достигнуть и другие такие моменты, то, скорее всего, конверсия была бы выше, и выше она была бы во много раз. То есть, поэтому определяете целевую аудиторию, под которую вы делаете лендинг, и после определения этой целевой аудитории прописываете конкретно более этой целевой аудитории, из-за чего будет покупаться ваш продукт. То есть, начинаете готовить контент под вашу целевую аудиторию. По поводу подготовки контента, у меня здесь есть слайд, это как… Есть такой метод по поводу подготовки контента. Когда вы определили вашу целевую аудиторию, когда вы определили, какая цель создания этого лендинга, то есть, что вы хотите в результате получить, вы делаете… Задаете себе четыре вопроса, на которые должен отвечать ваш лендинг. Это говорят маркетологи, я, в принципе, с ними согласен, что это наиболее простой вариант по созданию текстов для ваших лендинг-страниц, посадочных страниц. Первый вопрос – это почему именно этот продукт? Что в этом вопросе содержится? То есть, вы должны понять, почему данный продукт будет интересен вашей целевой аудитории, и написать, какие результаты при помощи вашего продукта он может достигнуть. Какие возможны там сроки окупаемости, какие-нибудь, не знаю, выгоды, дополнительные выгоды, которые клиент получит, используя ваш продукт или услугу. То есть, ответить на вопрос, в чем, почему именно этот продукт клиент должен купить. Следующий большой такой блок контента для лендинга – это контент, отвечающий на вопрос, почему клиент должен купить у вас. Обычно его подразделяют на две, как бы, большие части. То есть, первая часть, она относится к позиционированию компании, и это позиционирование компании, оно заключается в том, что вы рассказываете, насколько крутая ваша команда, показываете фотографии команды, говорите, как вы работаете, то есть, продаете свою компанию в том, что вы эксперт в данном направлении деятельности. И плавно переходите ко второй части, это где вы продаете непосредственно сам продукт, то есть, вы рассказываете, почему, чем важен ваш продукт, есть у него какие-то сертификаты, возможно, какая-то гарантия, которую вы непосредственно даете на этот продукт, или еще какие-то моменты, которые связаны непосредственно с продуктом и вашей компанией. И после того, как вы отвечаете на эти вопросы, переходите к вопросу о цене. То есть, почему на лендинге стоит именно такая цена? Объясняете, почему, ну, то есть, там, приводите, например, три тарифа выбираете, пишите, ну, то есть, помечаете значком какой-нибудь хитовый тариф, например. Или там, пишите, какие бонусы человек получит, там, гарантию какую-то даете, еще какие-то моменты делаете, такие, которые позволяют четко определить, почему именно этот продукт, именно по этой цене, именно в такой комплектации продается на этом лендинге. Следующий, последний вопрос, на который должен отвечать текст лендинга, это, почему именно сейчас и должно происходить. То есть, почему человек должен купить у вас сейчас? Обычно сейчас это делается при помощи разнообразных программных средств по типу зачеркнутая цена, автоматическая цена нового написанная, и там пишется акция действует, там, в течение трех часов, там, сделали заказ последний раз пять минут назад, ну, и так далее. То есть, какие-то действия, которые позволяют добавить факт ограничения времени, чтобы человек совершил действие, необходимое вам именно сейчас. То есть, после того, как вы подготовите такой контент, необходимо переходить к следующему этапу, это, собственно, само создание лендинга. Ну, и, естественно, создание лендинга, что нам для этого необходимо? В первую очередь, это конструктор Bitrix24 сайта, который входит в любой корпоративный портал Bitrix24, даже бесплатную версию. И второй момент – это Bitrix24 CRM, который точно так же, даже в бесплатной версии есть. Почему CRM? Потому что для чего CRM нужна? Для того, чтобы аккумулировать информацию, которую будут вам передавать ваши клиенты. И у меня сейчас такой небольшой вопрос к вам. Вы вообще пробовали создавать сайты кто-нибудь из тех, кто присутствует на нашей конференции или не пробовали? То есть, мне для чего это нужно знать? Сильно глубоко погружаться в базовые моменты какие-то или, может быть, просто рассказать, чуть-чуть пробежаться по верхам и дальше. Какие-нибудь, может, лайфхаки сказать и прочие моменты все. Все говорят по верхам? Ну, хорошо, тогда я несколько базовых моментов просто опишу, где это находится, покажу какие-то моменты такие, и потом лучше побольше поотвечаю на ваши вопросы. Где, собственно говоря, мы создаем лендинг в портале? После авторизации у вас с левой стороны в меню будет пункт «Сайты». Когда вы на него нажмете, откроется окошечко, на котором будет большая кнопка с плюсом, и пойдем, написано «Новый сайт». Нужно на него нажать. И, собственно, таким образом вы откроете конструктор лендинга, мастер создания лендингов. Этот мастер создания лендингов, он выглядит, ну, то есть создается лендинг, создается по шаблону, и по умолчанию в Битриксе приведены шаблоны, которые уже бесплатно загружены в Битрикс. И, кроме того, если этих шаблонов не хватает, можно использовать еще больше, чем 800 предложений от разнообразных партнеров компании Битрикса для того, чтобы реализовать то, что вам необходимо. В данном случае, ну, то есть передо мной стояла задача просто показать вам, как это сделать быстро и просто, поэтому я выбрал здесь вот есть такой лендинг по типу SPA, и дальше я вот примерно начал показывать. То есть мы выбираем лендинг, он у нас открывается, и, собственно, мы начинаем его редактировать. То есть лендинг представляет собой блоки, в этих блоках есть определенные характеристики, которые могут редактироваться при помощи конструктора сайтов Битрикс.24. Очень часто для лендингов необходимо использовать какие-то изображения, и большинство клиентов, с которыми мы работали, у них основная проблема в том, что они не могут предоставить никаких изображений вообще. Ни тематических, ну, может быть, только фотографии и то не товара, а, возможно, самого себя только, но это в лучшем случае. Поэтому для них Битрикс24 сделал такую, как бы, бонус такой, да, он подключил к своему конструктору сайтов библиотеку изображений, которая называется OnSplash, и это бесплатная библиотека, которую можно использовать в картинке в коммерческих целях. Соответственно, она – это английская библиотека, и нужно знать английский язык, чтобы им пользоваться. То есть каждый блок содержит в себе различные характеристики, и блоков этих порядка 800 сейчас разработано Битриксами и партнерами. И, соответственно, все их описывать смысла здесь у меня не стоит, и нет особо смысла, потому что обычно делается каким образом. Есть блок, у каждого блока есть кнопка «Редактировать», нажимаете на эту кнопку «Редактировать» и редактируете параметры, которые в этом блоке есть. В основном, конечно, меняются тексты, меняются возможные адреса, чтобы были понятны более-менее, и меняются картинки на те, которые вы подготовили, или считаете, что они подойдут, выбирая их из библиотеки. Следующий момент – это необходимо лендинг подключить к CRM-системе для того, чтобы информация, которая собирается с лендинга, она попадала в сайт, и вам было удобно обрабатывать эту информацию и хранить ее, и, соответственно, каким-то образом коммуницировать с клиентами. В Bittrex для этой цели используются CRM-формы. По умолчанию, даже в бесплатной версии Bittrex 24 можно создать CRM-форму, и эта CRM-форма будет работать на вашем лендинге и собирать информацию, передавать ее сразу в CRM. Как это все работает? Есть два варианта, где можно эти формы создавать или смотреть и редактировать. Первый вариант – это непосредственно из самого лендинга найти там в любом шаблоне лендинга всегда есть CRM-форма. Найти эту форму и перейти, нажать на кнопку «Настройки». Здесь вот, если посмотрите на изображение, там есть настройки, и под настройками есть ссылка, типа «Перейти к настройкам CRM-форм». Это один вариант самый простой. И другой вариант – если вы готовите сразу несколько лендингов и хотите заранее создать несколько CRM-форм, вы тогда переходите в раздел CRM вашего портала. В этом разделе находите в верхнем меню пункт CRM-формы. Если этого пункта нет, находите меню, открываете меню еще в верхнее, и там в любом случае этот пункт будет. Заходите туда и настраивайте форму при помощи дизайнера форм. Здесь я его тоже показывать не буду, потому что там простой этот момент идет. Расскажу лучше дальше, что необходимо сделать дальше, после того, как вы подключили CRM-формы. И после того, как вы создали и подключили CRM-форму, человек, который вам напишет на вашем лендинге, информация об этом человеку, она сразу попадет в вашу систему, и вы сможете с ней работать. Позвоните этому человеку, написать, сделать коммерческое предложение или каким-то образом скоммуницировать и работать с ним дальше. Следующий момент, который необходимо сделать – это произвести дополнительные настройки. Одна из основных настроек, которая вот здесь есть, это внедрить на сайт системы аналитики. Системы аналитики, к сожалению, в бесплатной версии Bittrex 24 не внедряются в сайты, но в любом платном тарифе это возможно, и, собственно, я на этом хотел остановить внимание. То есть нажимается сайт открытый, ну, то есть, который вы создали сайт, у него есть кнопка действия, при нажатии на эту кнопку открывается выпадающее меню, и там нажимается кнопка «Настроить сайт». В этих настройках сайта в разделе «Дополнительно» вы переходите и ставите галочки напротив нужных систем, которые вы используете для сбора аналитики, и вводите идентификаторы сюда. Кроме того, ну, то есть, это самый, так скажем, простой вариант, который можно только представить. Другой вариант – это создать отдельный там блок, как этот блок подключать к Bittrex в виде HTML-формы и так далее делать все. То есть, ну, не очень, честно говоря, вариант, поэтому, как бы, вот такой есть. Также замечательный момент такой есть. У Bittrex хотел бы еще на одном моменте остановиться. У Bittrex 24 очень и очень хорошая справочная система. Она находится всегда, вот серый кружок с вопросительным знаком, внутри, в правом верхнем углу портала любого находится поддержка 24. 24 – это справочный материал, который готовит компания 1S Bittrex для своих клиентов. И, соответственно, если вы находите на странице сайта, то у вас открывается справка по сайтам, и вот я привез скриншот этой страницы и подчеркнул те моменты, которые относятся конкретно, как подключить систему аналитики. И, как вы видите, вопросов освещено очень много, и это даже не вся страница, а только из середины ее выбранный момент какой-то. Вопросы, ну, почти на все вопросы есть возможность найти ответы. Если ответов нет, то можно спросить у партнеров, например, у нас. Если у вас платный тариф, то возможно спросить у самой компании Bittrex, и они вам, в принципе, ответят и помогут решить эти вопросы. То есть по лендингу как бы быстренько это все, говорят, что у меня время уже подходит к концу, поэтому по интернет-магазине я совсем быстренько пробегу. Скажу только, что Bittrex анонсировал, то есть последнее обновление, которое проходило, что интернет-магазин будет дорабатываться. Но, к сожалению, сейчас еще новые не выгружены, но ждем, когда это все выгрузится, чтобы запустить и посмотреть, как это все будет выглядеть. Сейчас хочу рассказать, как просто и быстро создать интернет-магазин и где это все делается. Во-первых, в каждом портале есть этот магазин, и даже в бесплатной версии можно создать одну версию этого магазина. Он находится в магазине, у него есть приписка бета, потому что он еще находится на стадии тестирования, а некоторый функционал может быть не работать. После того, как вы открываете, вы сразу попадаете на вкладку «Заказы». Пугаться не нужно, нужно просто перейти на следующий пункт меню, который называется «Магазин», я его выделил на этом скриншоте. Нажать на кнопку «Создать новый магазин», и у вас откроется мастер создания магазина, где вы можете примерно такой же, как вы по шаблону создаете один из магазинов. Это магазин одежды, например, или здесь создан магазин одежды. И по этому магазину после его создания вы можете зайти и отредактировать каждую страницу так, как вам нужно. Для чего это необходимо делать? При создании магазина по шаблону он создается каким образом? В нем не меняются ни логотипы, ни номера телефонов, ни адреса e-mail, никакая информация, которая относится конкретно к вашей компании, не меняется. Поэтому вы должны вручную зайти ее и поменять. Меняется все при помощи редактора конструктора сайтов Bitrix24 сайта, про которую я уже вам, собственно, рассказал все. То есть выбирается конкретная отдельная страница, вносится в нее исправление, страница сохраняется и все работает. Также здесь можно создавать, в интернет-магазинах можно создавать разделы, папки. Вот здесь создан персональный раздел, например, создан раздел каталога. В нем различные страницы, где что-то выводится. То есть и редактирование происходит, еще раз напомню, что редактирование происходит в режиме редактирования блоков, и у каждого блока есть свои настройки. И опять же, эти настройки нужно просто посмотреть. То есть вы можете отредактировать доставку, вот я блок доставки редактировать, например, открыл, или там еще какие-то блоки, такие, какие вам нужны. Следующий момент, который как бы важен для работы интернет-магазина, если вы хотите создать прям непосредственно интернет-магазин. То есть первое, это вы должны занести свои товары, потому что товары будут занесены примерно, которые битерик заносит самостоятельно. Второе, вы должны подключить онлайн-кассу, если вы собираетесь принимать оплату онлайн. И третье, это настроить этапы прохождения заказа и обработки их. И, собственно, как бы все, можно начинать работу с интернет-магазина. Несколько последний слайд, который у меня сейчас здесь есть в этой презентации, это хотел бы немного сказать про трафик. То есть любой сайт, он не работает без трафика. Он не приносит ни денег, ни клиентов, никакой прибыли. Он только затраты приносит, если на сайт никто не заходит. Поэтому каждая компания должна завести себе за правила не бояться экспериментировать, потому что без экспериментов в текущей ситуации трафика добиться невозможно. Эксперименты – это не обязательно денежные эксперименты, когда вы влупливаете большие суммы денег в Яндекс.Директ или в Таргет ВК, в Таргет Майл.Ру или еще куда-либо. Это могут быть простые эксперименты, например, по простановке каких-нибудь ссылок, например, в вашем Инстаграм-аккаунте, в социальных сетях, еще где-то. Какие-то бесплатные или дешевые средства продвижения, которые, в принципе, могут вам понять, где находится ваша аудитория, сделать предложение для вашей аудитории непосредственно для того, чтобы она стала заходить на ваш сайт и ваш сайт стал приносить вам деньги. У меня, собственно, как бы все. Вопросы какие-то. Видео задавали вопросы в чате периодически. Сейчас Александр, наверное, мне их задаст. Да, друзья, мы в прямом эфире. Формула бизнеса онлайн продолжается. Сейчас есть вопросы. Действительно, оживление произошло у нас в чате. Очень много вопросов. Я постараюсь их максимально быстро. Правильно ли я понимаю, что на вашем конструкторе можно разместить свой сайт или перенести с другого конструктора, например, платформа LP? Спрашивает Леонид. Это можно сделать, если использовать один блок, который называется HTML. То есть переносится сайт в страницах HTML, она загружается в этот блок, добавляются определенные изображения, которые там есть, и, собственно, все так можно сделать. Хорошо. Хомячева Вера Евгеньевна, почему именно лендинг? Из-за упрощенности и минимальной стоимости в силу кризиса? Не только из-за того, что это самый дешевый способ проверить какие-то новые варианты вашего бизнеса. Например, вы никогда не занимались доставкой и не знаете, пойдет то или не пойдет. Вы можете сделать на сайте и, собственно, лить трафик каким-то образом через рекламу на ваш сайт. А можете сделать лендинг-пейдж, где конкретно пишите, почему ваша доставка лучше, чем любая доставка из вашего города, из другого. Люди, прочитав эту страницу, намного быстрее согласятся с тем, что эта услуга им нужна, потому что конкретно сосредоточена на одном услуге. И, скорее всего, купит у вас. Хорошо. Марина Комиссарова. Можно в одном лендинге прописать более для трех разных целевых аудиторий? Можно хоть для десяти прописать. Проблема в том, что этот лендинг работать не будет. То есть все упирается в то, что целевая аудитория, она всегда ищет то, что ей нужно на этом сайте. Если у вас целевая аудитория особенно разная, например, как я привел пример, это программисты или врачи, и мамы с детьми, которые хотят каллиграфии учиться. У них совершенно разные интересы и методы привлечения внимания, и поэтому программист уйдет с сайты, которые посвящены мамам, маму уйдут с сайты, которые посвящены программистам. Оба не останутся ни там, ни там. То есть вы либо можно сделать какой-то усредненный вариант, но он будет хуже работать, чем если бы вы конкретно проработаете отдельную целевую аудиторию. Тогда здесь резюме. Лучше сделать три лендинга по три целевой аудитории. Понятно. Участница Лилия пишет. Расскажите, пожалуйста, про взаимодействие сайта с CRM. Как правильно вести в базу клиентов заявок, например, курсов? Как правильно вести базу заявок или курсов, это все зависит от того, как у вас построен бизнес-процесс внутри компании. Я не могу сказать, как правильно это конкретно в вашем случае, Лилия, делать, но обычно прописывается бизнес-процесс на бумажке или там, может быть, в Excel по этапам разбивается. Эти этапы выносятся в этапы сделок или там, может быть, заказов, если это интернет-магазин. И, соответственно, настраивается автоматизация на каждом этапе, и менеджеры обучаются работать с этой автоматизацией и этапами в CRM. То есть это вот как бы вкратце вот так. Здесь еще у нас есть один вопрос. Евгений Логинов спрашивает всех, кто покупал с лендингов. Но у меня тоже вопрос. Приходилось покупать с лендингов? Ну да, приходилось не раз. Почти половина курсов, которые я покупал, они все были с лендингов, например. Ну что ж, дорогие друзья, я напомню, что с нами был прекрасный, замечательный был мастер-класс. Василий Чинчевой, коммерческий директор AltaSIP, эксперт по автоматизации бизнеса и бизнес-процессов. Формула бизнеса онлайн продолжается. Я думаю, что мы все с вами засиделись за нашими мониторами. Надо немножко взбодриться. Как считаете? Да, я знаю. Тогда мы сейчас с вами взбодримся. На связи с нами замечательная ведущая, которая проведет разминку, такой энергайзер девчонка, Евгения Белая, город Барнаул. Давайте, дорогие друзья, ее поприветствуем. Поприветствуем. Поприветствуем.